В воскресенье завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы 8-го созыва. В Саратове жители также выбирали будущий состав городской думы. Подсчет голосов начался недавно. Сегодня наша съемочная группа побывала на нескольких участках в надежде выяснить предпочтения избирателей. Самая популярная реакция на камеру и микрофон, в лучшем случае молчание, в худшем убегающая спина. Приняли участие в голосовании? Приняли. За какую партию? Не скажу. Не скажу. Секрет. Всего доброго. Я не могу сказать. Простите, не разглашалась. За тех, кого считаем необходимыми. Да, достойными. Монархисты. Мы за монархию, за Николая II, за Крым наш. Более разговорчивые избиратели, как правило, исчезла сторонников оппозиции. Причем такая картина наблюдалась на разных участках в разных районах города. Мы, в частности, побывали в Ленинском и Заводском. По большому счету, естественно, тут даже и играть не надо, Единая Россия. А вот по нашим округам Единая Россия потеряла, ну, вот по моему, вот около дома, и с офицерами, у меня свой музей, они потеряли где-то около 300-400 человек против. Потому что не то, что они не умеют работать, они просто не хотят. За какой партией сделала свой выбор? На самом деле у меня не было никаких, скажем так, фаворитов среди политических партий. И поэтому, то, что касается голосования на городскую думу, я сделала выбор за единственного кандидата, который не относится ни к одной из аффилированных партий. По-моему, это была самова Движенко, девушка, старшая воспитательница детского сада. Ну, а если говорить про выборы в другие органы, то есть городскую и областную думу, то тут я проголосовала за справедливую Россию. Так получилось, что я была случайно знакома с их политической программой, хотя, с другой стороны, мне также нравилась та платформа Ксении Свердловой партии «Яблоко». КПРФ, да, да. Я не меняю свои мировоззрения и политические взгляды. Что в Госдуму, что в городу? И в город, и в Госдуму. Ну, проголосовал я за справедливую. А почему? Потому что Единая Россия уже давно у власти. Изменений в лучшую сторону не очень-то. Единственное, чем может Россия похвастаться, это возрождением армии и флота. Остальное всё или в упаде, или к тому идёт. В городскую думу мы голосовали, я голосовал за Синицына Илью, в Госдуму за Воробьёва Андрея и за партию Единая Россия. За Единороссов. А кого из кандидатов? Ну, кто? За Романова. А ещё за кого? Там же идет Госдума и Гордов. Ой, я не помню фамилию. А вы скажите? Я тоже самый. А мы твой за одной компанией. По кандидатам, ну, я, собственно, больше за Володина. Он многое делает, всегда на виду у избирателей, поэтому я с удовольствием за него сразу. А остальные там партии пока ещё. Ну, можно, если говорить уже, да? А городская дума? Городскую думу я за справедливую Россию. Компартию. А по одномандатам? А первый там, это, тоже, коммунист. А недалов? Да. А почему за Казани? Что такое называется? За Единороссией. А по одномандатам? За Володина. Ой, Зелёные люди, по-моему, называются. А по одномандатникам? Я не помню, как у него, Анисимов, вот как-то так фамилия. Анисимов, что ли, у меня фамилия, как-то. Анидалов? А, да, Анидалов, Анидалов, да, да, точно за него. Я справедливая Россия. А почему такой выбор? Ну, мне понравился. Кто? Кандидат. А за Миронов. А по одномандатникам? А по одномандатникам? За Володину. Голос отдал за хорошую жизнь, чтобы она была. А сейчас какая? А сейчас? Ну, как вы думаете? Не знаю, вот вас хотелось спросить. Ну, как пенсионера, не очень. А вам же вот сейчас что-то добавляют, выплаты какие-то? Ну, вы знаете, вот когда добавят, да, тогда будем говорить. Я за коммунистов. А среди одномандатников? Ну, за ОДПР, там, за Мельникову. А почему такой выбор? Уже просто-напросто невозможно жить у нас. Вот. Воспитываются, вот, как везде деньги, 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 деньги. Народ уже одичал. Действительно, злой народ стал очень. То есть, я не понимаю, почему они ничего не делают для нас, для простых людей. За КПРФ. А по одномандатникам? Справедливая Россия. А почему такой выбор? А, устал просто от всего уже. Честно говорю, ну, хочется уже, каждый человек должен оставить свои права, а у нас этого не дают. К сожалению, Единая Россия. То есть, ну, как бы вам сказать. Может быть, им тоже, наверное, всем на пенсию уже пора. Просто вот так вот. Ну, все, надоело уже, если честно. За кого проголосовал? КПРФ. Вот. А меня не допускают. Я зарегистрирован в России, меня не допускают. Почему? Не знаю, в заводском районе скажут, чтобы я приехал сюда, а здесь говорят, что по регистрации я не могу, короче, голосовать. То есть, если я с Москвы, я зарегистрирован в Саратове, в заводском районе. У меня тут глава ЦИК, они позвонили, она сказала, что мне надо ехать сюда. Я приехал сейчас сюда, а здесь отказывают. Я сейчас хочу зарядить телефон от айфона, зарядку и позвонить этой уважаемой женщине и спросить, почему меня сюда послали, а здесь тоже не регистрируют. А так, за КПРФ, за Бондаренко. За коммунистов. А по кандидатам? По кандидатам. Вы знаете, ну, мне сказали, лучше, конечно, за коммунистов. Единая Россия делает внутреннюю политику лучше, а кто внешне займется. За кого хотел, за того я бы отдал, да? Ну, а какие надежды вы связываете с составом? Я связываю надежды с тем, что наша страна, как сказать вам, достаточно сейчас, я считаю, сильной, и, по крайней мере, то, что это самое... Нападение со всех сторон, со всех сторон, агитация такая, все это, что все вроде против нас. Так что я за то, чтобы наше правительство удержало оборону. Спасибо.